Угадайте, у кого разрядилась камера, он просто сидел, ждал, пока она зарядится, чтобы записать прощание. Да, Васечка. И всем привет! Эту неделю видео я хочу посвятить своим незакрытому гельштальту. Я не знаю, как правильно сказать. Многие, кто на меня подписан, знают, что я мечтала в 15-14 лет о своём YouTube-канале. Но осмелилась только к 23 годам. И я подумала, что если я сейчас 23 года занимаюсь тем, что исполняю свои детские мечты, почему бы мне не снять видео, которое я смотрела в 14-15 лет, опять же, 16 лет, с замиранием сердца и думала, что я хочу такое же снимать, какой классный формат, как классно это делают люди. И я подумала, значит, давай, бери камеру и иди снимай. Поэтому сегодня я буду снимать видео, что в моей сумке. Эту сумку вы, скорее всего, видели уже в видео о том, как мы ездили в Альфу. Там я её себе и купила. Это рюкзак. Я очень сильно его люблю. Мне безумно нравится этот оливковый оттенок. Но сегодня я предлагаю не обсуждать её внешние характеристики, а отправиться посмотреть, что я с собой таскаю. Тем более, эту сумку я уже неделю, наверное, с собой таскаю. И здесь уже творится полный хаос. Я вроде стараюсь всё аккуратно по полочкам складывать, но иногда, когда тебе очень резко нужно что-то вытащить в сумку, а потом засунуть, ты не будешь искать нужный отсек. Я не ищу нужный отсек. Возможно, нормальные, аккуратные люди это делают. И мне показалось, что это прикольный формат, потому что вы сможете получше узнать меня, что я с собой таскаю. Может, что-то вам расскажет обо мне. И первое, что нас встречают при открытии сумки, хотя обычно не в этом кармане я таскаю, а в другом, это телефон мой. Собственно, на него снимаются разные влоги, которые с каких-то поездок. Хочу себе уже заменить его, потому что я сверила, как снимает он и как снимает телефон Рута. Я поняла, что телефон Рута снимает намного лучше, и хочу его заменить. Но всё равно я безумно люблю свой телефон, потому что именно с него начались мои первые видео на Ютубе. Всё, дальше у нас мы переходим уже в самый-самый-самый-самый главный отсек. И хочу я начать с определённой вещи, потому что я сегодня забрала посылку, я хочу её вскрыть, потому что я всё ждала. Ну да, в принципе, я когда сегодня шла с почты, я подумала, что в моей сумке сейчас находится прям всё, что олицетворяет меня, вплоть до этой посылки, поэтому решила, что нужно отснять такое видео. Я о нём давно думала, думала, может, с кем-то совместно снять его, но решилась уж снять пока одна. В крайнем случае, потом, может, с кем-то тоже его отсниму. И при открытии посылки я достаю книгу Бет О'Лири. С этим автором я давно знакома. Я прочитала её книгу «Квартира на двоих». Она мне понравилась. Это очень такая была лёгкая романтическая книга, с довольно-таки непрям банальным сюжетом, что мне нравится, поэтому я прочитала её очень быстро, за пару дней, и при этом мне очень сильно понравился как бы вайп этой книги. И когда я узнала, что она выпустила ещё одну книгу, я поняла, что я очень сильно себе её хочу, потому что меня заинтересовала история о том, как внучка и бабушка поменялись местами. А точнее, бабушка переехала в город, в квартиру внучки, чтобы найти себе мужчину, потому что ей скучно одной, а внучка переехала в деревню, жить в бабушкином доме. Меня это, правда, заинтересовало, и я уверена в этом авторе, поэтому я, как только узнала, что вот выходит её книга, я её сразу же начала искать. И очень хорошо, что в Латвии есть сайт, который достаёт мне абсолютно все книги, которых у нас нет там в Полярисе, много книг, они достают эти книги, но ждать долго. Я ждала больше четырёх недель её. Но я в этом сайте уверена, я никогда не волнуюсь, потому что все книги, вот да, я все, что у них заказывала, я ждала больше месяца, но они всегда всё приходили, поэтому я в них уверена. В этом сайте я узнала очень таким интересным способом, я очень сильно мечтала об одной книге, но её не было нигде. Ни в магазинах, ни в интернет-магазинах, я уже думала просить людей купить её в других странах, ну, то бишь в России, и прислать её мне. Нет! Она даже там не продавалась! И тут я нахожу этот сайт, там есть эта книга. Я вот именно Джо Хилла искала, коробка в форме сердца. И нет нигде. И на этом сайте она была. И ждала я её месяца, и она мне пришла, и я просто вот... Я такой, в смысле, в смысле, так возможно? И вот только на том сайте я её нашла, и смогла сразу себе её заказать. Более, это латвийский оказался сайт. Вот это единственный был сайт, где была эта книга. Сейчас приступила к её чтению. Заказала давно, но всё как-то вот... Что-то не было настроения, и я читала немного другие книги, другого формата, потому что это хоррор, это сверхъестественное. Я её читала вчера до пяти утра, потому что она безумно интересная, но первый раз в жизни я совершила акробатический момент. Я смогла подпрыгнуть лёжем. То есть я лежала на диване, читала эту книгу, там был такой очень страшный момент, всё накалялось, и в этот момент с этой полки падает книга. Я только потом поняла, что я подпрыгнула лёжа и... В общем, очень интересная книга, советую, такие эмоции переживаешь, вау! Поэтому мне эта книга и нравится на самом деле. И вот эту книгу я вот думаю, мне очень хочется и вроде сейчас приступить, но я не приступлю, пока эту не закончу, но и в тот же момент мне очень хочется её читать именно на даче. Поэтому я сейчас в таких мыслях, что вроде хочется и на даче её прочесть, а вроде как хочется уже скорее и можно скорее к ней приступить. Ой, те самые проблемы, когда у тебя появляются новые книги. Поэтому я стараюсь пореже книг покупать в месяц, чтобы не бегать и такая, я хочу её прочитать, её, 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 и что мне делать в этом? В общем, покупаю я, стараюсь где-то одну-две книги в месяц. Продолжаем дальше. Беру уже прям не глядя. Ну да, схватила. Паспорт. Самое неинтересное, проскипаем как можно быстрее. Кстати, люди таскают с собой паспорт, чтобы там покупать что-то спиртосодержащее, если резко понадобилось. Я таскаю с собой паспорт, чтобы купить таблетки. По рецептам. Что это, как не старость? Дальше... Вода. Смотрела многих блогеров, и вот до сих пор помню, что они всегда говорили, что они не могут выйти из дома без телефона, кошелька и ключей. Я не могу выйти из дома без воды. Если в моей сумке нет воды, всё. Я бегу сразу же в магазин покупать воду, а я не хочу использовать пластиковые бутылки, просто потому что забочусь об экологии, как могу. Поэтому всегда-всегда со мной вот эта малышка. Я специально себе купила самую красивую бутылку, которую я нашла. Здесь вот такой вот маленький кролик. Такой вот маленький кролик. Её вот так вот можно таскать. Вот. Она маленькая, правда, маленький объём, но мне хватает... Это моя бутылка, чтобы вы понимали, просто чтобы не дойти до магазина и обратно. Настолько я водохлёб, настолько мне спокойно, когда у меня есть бутылка с водой. То есть я сегодня дошла до почты, то есть я сделала буквально один глоток. Но мне вот необходимо, если мне резко захотелось сделать глоток воды, мне нужно сделать глоток воды, иначе у меня... Мне будет дискомфорт. Ну, скорее я просто пойду в магазин за водой. Так. Дальше у нас тут тоже мои книжные, можно сказать, важные вещи, без которых я не выхожу из дома. Если иду куда-нибудь там, поликлиника, или мне предстоит долгая поездка, то у меня всегда должна быть с собой книга для прочтения. У меня вот такие вот бумажки для записей, клейки. Как это? Ну, это не стикеры. Не знаю, как это называется. С котиками. Чем больше котиков, тем лучше. Логично. Ручка, чтобы делать записи. И самая-самая-самая важная вещь, у меня она лежит по всему дому, в сумках, везде. Это... Это как раз-таки стикеры, чтобы мне помечать в книге, если мне какой-то момент понравился или не понравился. Если мне какой-то момент все-таки понравился, или какое-то очень красивое описание, или автор написал описание дома прям невероятно до мурашек, мне нужно это, чтобы всегда заклеить, ну, пометить эту часть, и я могла спокойно к ней вернуться, перечитать или записать, если прям сейчас я... Мне неудобно записать. То есть всегда эта вещь должна быть со мной. Особенно, когда я пыталась вести формат книжного блогера, мне это было необходимо, чтобы потом, во время видео, я могла зачитать какой-то классный момент из книги. Но эта привычка у меня давно. То есть мне важно. Это антисептик. Это, мне кажется, после 20-го года у всех такая привычка, но на самом деле очень важно не каждые 5 секунд обрабатывать свои руки, иначе вы будете валить наоборот чаще. Нужно уметь жить с бактериями, но я таскаю с собой антисептики, если я захотела что-то поесть, и у меня нету возможности помыть руки, я не приступлю к еде перед тем, как обработать руки. Ну, мне кажется, это логично. Дальше кошелек. Кстати, мой самый неинтересный кошелек. Он у меня черный, и я мечтаю о другом кошельке. Недавно нашла белорусских дизайнеров сумок и кошельков. Я влюбилась в эти кошельки. Они очень дорогие, но я в них влюбилась, и я вот хожу сейчас с этим. Он у меня, по-моему, и Сенсэ, Микки Маус. Вот хожу с ним, но мечтаю о том кошельке. Что у меня есть в кошельке? Монетки есть. Вы просто угадайте, какие у меня скидочные карты, в какие магазины. Правильно. У меня скидочные карты в книжный, магазин зоотоваров и аптека. Куда мне еще нужны скидочные? Аптека и книжный. И детям за кормом. Так, дальше у меня идет мой ежедневник. Собственно, логично, зачем он мне. Веду по своей методике ежедневник, на самом деле. Не веду я ежедневник, что как его правильно вести, мне неудобно, никогда не получалось так вести ежедневник. Веду его исключительно потому, как мне нравится. скидочный. То есть, разные записи. У меня буквально вот разные цитаты тут из книг выписаны. В общем, если будет интересно, здесь долго объяснять, как я веду свой ежедневник. Здесь уже легче будет вам просто тогда показать. Если вам будет интересно, напишите мне это в комментариях, чтобы я знала, что такое видео интересно не только мне и еще моей маме, а что тоже кому-то интересно. И я расскажу про метод, именно как я веду ежедневник, чтобы его не забрасывать. Потому что, если я вела ежедневник, как все его ведут, я его сразу забрасывала. Поэтому у меня разработалась моя методика. Дальше я вытащила крем для рук от фирмы Babe. Обожаю. Обожаю. Честно вам скажу, этот крем для рук пахнет так классно, что если бы я нашла духи с таким ароматом, я бы скопила всю партию. Мне хочется наносить на руки этот крем просто из-за запаха. При этом он очень быстро впитывается, но руки остаются пахнуть вот этим кремом. Знаете, какой это запах? Это запах чистоты. Знаете, мыло дав и какая-то еще сладкая нотка. Как будто мыло дав с какой-нибудь очень сладкой ватой. В общем, я фанатею от этого запаха. Этот крем мне подарил мой крест на неде рождения и я вот им пользуюсь. Я его так не очень часто наношу, потому что мне хочется как можно дольше сохранить его, потому что запах ну прям невероятный. Где найти духи с таким запахом? Так, дальше у нас таблетки, супрастин, аллергия, логично. Взрослые покупки. Киндер тоже крайне логично. Чеки. И я купила себе сегодня палетку теней. Да, такое очень взрослая покупка палетки, чтобы мне краситься. The Lion King не смогла пройти мимо. Только посмотрите на эту красоту, на эти оттенки. Мне особенно нравится оттенок Little Lion. Ну вот, кстати, Young Prince тоже очень красиво. Вот эти два оттенка крайне красивые. Они мне очень нравятся, и поэтому я вот прям захотела себе эту палетку. Кого я обманываю? Я захотела себе эту палетку, потому что это Lion King. Потому что здесь невероятно красивое изображение, и во время этого мне хочется петь Хакуна Матата. Собственно, взрослые взрослые покупки. И вы не поверите, на этом все. А нет, не все. Последнее, что у меня осталось, что, кстати, я не использую это чаще всего на улице, но она лежит у меня в сумке, чтобы я просто знала всегда, где они. Это наушники от Xioomi. Потому что у меня телефон Xioomi. Собственно, наушники у меня тоже от Xioomi, и мне их друг подарил на день рождения, и это самый лучший подарок был, потому что я всегда так смотрела на них и думала, да это же неудобно, они у тебя упадут и потеряются, да нифига не падают они, и это крайне удобно действительно без проводов, поэтому я их обожаю. Вот. И все. В общем, сумку мы мою рассмотрели, все мы про нее выяснили. Сейчас проверю последний карман, но нет, там ничего нет. Вот. В общем, такая вот у меня сумка. Надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Если вдруг у вас есть какие-то идеи, может вы помните какой-то формат в 2014-2015 году блогеров, какой-нибудь тег, он вам понравился, и вы бы хотели посмотреть такое у меня на канале, там, я помню, раньше были 50 фактов обо мне, и слишком много информации обо мне, в общем, разные такие разговорные видео были. Единственное, что скажу, челлендж уже по типу разбить яйца об голову, я, конечно, снимать не буду, потому что я очень уважительно отношусь к продуктам, и такое мне не особо нравится, а вот именно просто какие-то разговорные, то почему бы и нет, если мне напишут, получается, вот у меня вышло такое видео сегодня, которое вы сейчас наблюдаете, во вторник у меня выйдет книжный тег, и если вдруг какая-то классная идея появится, то и в среду выйдет видео, а если не одна, то и в пятницу, а если еще одна, то и в субботу, и в воскресенье, и так я буду каждый день вам выкладывать мои видео. Интересно, справлюсь ли я с таким графиком? В общем, все в ваших руках, если есть какие-то идеи, то обязательно пишите мне об этом в комментариях, и на этом я буду с вами прощаться. Очень сильно хотелось сказать, оставайтесь таким же позитивными и креативными, господи, это ностальгия, но скажу от себя, оставайтесь самими собой, я вас очень сильно люблю, и всем пока!